Привет-привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал, если вы видите меня впервые. Меня зовут Аннетта, и сейчас я нахожусь в гостях у своего молодого человека в Калифорнии, в Америке. Обо всем этом подробнее на влоговом канале. Вот сюда можете нажать на букву I и смотреть мои влоги. Но сегодня я принесла вам очередное видео о Second Hand. И если совсем честно, наверное, я захотела снять это видео для того, чтобы просто отправлять эту ссылку знакомым, друзьям, или в ответ на комментарии, когда спрашивают, зачем покупать Second Hand, если можно купить что-то очень дешевое в Китае, скажем так, заказать из Китая или прочее. Поэтому сегодня я принесла вам 10, целых 10 причин покупать вещи Second Hand. И здесь я уверена, что вы найдете что-то новое для себя, откройте, или если нет, то делитесь своими предложениями, буду рада почитать в комментариях. Не забывайте подписаться на мой канал, потому что вас ждет очень много крутых видео из американских Second Hand, потому что я нашла потрясающие вещи и спешу с вами поделиться, поэтому не забывайте нажать на звоночек, чтобы YouTube уведомлял вас о моих новых видео. И 10 пунктов бонусом я упомяну пункт об энергетике вещей, но это в самом конце, не будем забегать вперед. Поэтому давайте начнем с самого начала. Первый пункт. Первая причина покупать вещи Second Hand это экологичность и этичность. Если этот пункт не до конца понятен, что в этом этичного, что экологичного, давайте объясним. Когда вы покупаете вещь новую, вы создаете на нее спрос. То есть вы даете продавцу знать, что эту вещь я покупаю, она мне интересна, производить такого больше. И таким образом вы повышаете спрос на нее. Таким образом все больше и больше, больше и больше вещей производится. И текстильная промышленность это вторая по уровню загрязнения промышленностью в нашем мире после нефтяной промышленности. Огромное количество пугающих цифр. Я приведу другие видео, где я об этом упоминала. Советую посмотреть фильм The True Cost, для того, чтобы вы поняли, насколько трагично производство новой одежды. Поэтому покупая вещи Second Hand, вы не создаете этого спроса на новые вещи. Вы покупаете то, что уже было произведено. И не стоит забывать, что в Second Hand много вещей новых, с бирками, неношенных. Так что это совсем не значит, что вы будете донашивать чье-то трепье. Второй пункт, конечно же, не могу не упомянуть пункт о цене, потому что это, естественно, дешево. Особенно, если вы охотитесь за люксовыми тканями или дизайнерскими брендами. В разных городах и странах основая политика и цена образования, конечно, разная. Я делала видео с подписчицей из Украины, и она намудрятся там находить вещи за буквально 20-30 центов, что просто непостижимо уму. Здесь же в Америке можно за 5-7-10 долларов найти потрясающий кашемировый джемпер в идеальном новом состоянии или с биркой. И тот же самый джемпер будет стоить новым 250-300 долларов. Поэтому, да, я не могла не упомянуть о цене, хотя, думаю, этот пункт вы уже знали сами. Третий пункт. Если вы давно смотрите видео или любите мои видео о секонд-хэнд, вы знаете, что я большая поклонница люксовых тканей, таких как шимир и шелк. И также я не могу не упомянуть о том, что многие из подписчиков говорили, что благодаря моим видео они стали разбираться в тканях. Поэтому третий пункт. Благодаря секонд-хенду вы начнете разбираться в тканях и даже на ощупь. Это абсолютно не какой-то врожденный скилл или умение. Этому очень просто научиться, просто ходя по магазинам секонд-хенд и набравшись немного опыта. На самом деле это очень круто. И применим не только для магазинов секонд-хенд, но и новых вещей. Четвертый пункт. Конечно же, я не могу не пнуть дизайнерскую одежду, потому что я люблю хорошие бренды. И секонд-хенд это прекрасный, прекрасный способ покупать уже знакомые, известные, громкие дизайнерские имена, которые по каким-либо причинам вам недоступны. И не обязательно все должно упираться в деньги, поверьте мне. Или случается так, что вы давно еще увидели какое-то, скажем, идеальное пальто, но не могли его нигде найти. И потом, спустя сколько-то лет, вы нашли его секонд-хенд. Ну и, конечно же, больше шансов наткнуться на вещь из люксовой ткани, если она дизайнерского бренда, потому что Зара вам просто не будет шить из кашемира. Или, скажем, я не разу упоминала уже джемпер из кашемира от H&M, который был просто плохого качества, скажу честно. Поэтому секонд-хенд это прекрасная возможность приобретать дизайнерские вещи. Пятый пункт. Это знакомство с новыми дизайнерами. И лично для меня это был, наверное, самый такой неожиданный пункт плюс секонд-хендов, потому что я открыла для себя множество скандинавских брендов в шопе в Европе. Или американских брендов в шопе здесь, в Америке. Потому что просто у нас нет доступа к этим дизайнерам, и это не те вещи, которые на слуху, но единица одежды может стоить, скажем, по тысяче две евро или долларов. То есть это не значит, что об этом никто не знает, значит, что это плохой дизайнер или что-то такое. Это совершенно не дождественные понятия. Поэтому приобретая вещи секонд-хенд, вы можете найти что-то такое суперэксклюзивное, чего не будет ни у кого другого. Что, кстати, тоже плюс. Шестой пункт. Думаю, тоже вас может удивить. Шопинг секонд-хенд поможет вам понять, что же вам действительно нужно. Почему? Потому что в связи с тем, что стоимость вещей секонд-хенд, как правило, очень низкая, и возможность находить классные вещи, она очень велика. Неизбежно вам, скорее всего, захочется купить десяток кашемировых свитеров, джемперов, или семь пуховиков, или пальто. И в конце концов вы поймете, что у вас нет места это складывать, и вам просто это не нужно. И таким образом вы начнете отбирать и понимать то, что же вам действительно хочется, что вам необходимо, чего вам не хватает в гардеробе. И это потрясающее чувство, потому что вы будете уже искать вещи какие-то определенные, скажем, ждать всего идеального красного кашемирового свитера. Или, ну, в общем, у каждого такая вещь будет своя, но, как правило, цикл такой. Вы сначала покупаете очень много, набираете большое количество вещей, вы ошарашены этим количеством, разбираете свой гардероб, понимаете, что же вам действительно хочется, нужно, чего не хватает. И таким образом приходите к идеальному балансу. Седьмой пункт. Я частично уже упомянула о том, что Second Hand поможет вам приобретать вещи действительно уникальные, в единственном, как правило, экземпляре, которых ни у кого не будет. Я, разбирая гардеробы нескольких своих клиенток, они мне давали такое задание для покупки новых вещей, что им хочется чего-то, чего нет ни у кого. Чтобы они не встречали других девушек на улице в похожем или таком же платье. Соответственно, масс-маркет отметается. Я представляю, какое огромное количество стилистов на YouTube говорят о трендах, о том, как надо одеваться, но уникальность, она всегда будет более в цене, на мой взгляд. И Second Hand это потрясающий выход, потрясающий способ одеваться, действительно уникально. И если вы можете прочувствовать тонко свой стиль и транслировать свои внутренние ощущения с помощью своего стиля, то Second Hand это действительно потрясающий способ это делать. Восьмой пункт, один из моих самых любимых, это сообщество единомышленников. Начиная снимать видео о Second Hand, о том, как я открывала для себя Second Hand, я даже не ожидала, что создам такое огромное комьюнити, сообщество людей, которые тоже этим интересуются и будут поддерживать, делиться своими находками, благодарить за вдохновение или за то, что я открываю для них новые факты. Это безумно приятно, и когда я заметила, что у меня под видео девушки делятся адресами магазинов в своем городе и предлагают, что давай пойдем вместе в Second Hand, это не может греть душу, потому что это создает вот это такое единство по интересам, которое мне кажется в 2019 году достаточно трудно найти, поэтому Second Hand объединяет людей. Девятый пункт, Second Hand помогает легче расставаться с вещами. Это факт. Мне всегда было достаточно легко изваляться от какой-либо вещи, потому что я всегда находила ей применение, кому-то отдавала или относила на благотворительность. И это не позволяло мне думать, что она просто идет в помойку, и тогда с вещью действительно было бы расставаться грустно. Но зная, что она кому-то принесет радость, а в вашем шкафу будет просто лежать мертвым грузом, это прекрасное чувство. Поэтому создавая этот цикл вещей, которые были уже произведены, уже созданы из ресурсов нашей планеты, мы не потребляем больше, мы просто пользуемся тем, что уже есть. Мне кажется, это просто супер. И десятый пункт. Покупая Second Hand вы помогаете другим. Не могу, к сожалению, говорить за все Second Hand Европы, но в Америке крупные сетевые Second Hand, такие как Goodwill, Salvation Army, они работают по принципу, что они бесплатно принимают донации одежды, то есть люди просто приносят им свою ненужную одежду, и они продают ее по низкой цене. А то прибыль, ту выручку, которую они получают, они создают рабочие места для тех, кому они необходимы, они помогают денежными донациями и прочим. И таким образом это создает вот такое огромное сообщество, комьюнити тех, кто хочет и может помогать другим. Думаю, что в СНГ это немного по другому принципу, я уверена, что многое строится на принципе прибыли и наживания, но уверена, что есть и такие Second Hand, которые тоже строятся по принципу помощи нашему обществу. Так, ну и бонусный пункт, который я вам обещала в самом начале. Создавая видео о Second Hand, я не часто, но и не сказал бы, что совсем редко встречаюсь с комментариями типа, как же энергетика вещи. Я верю в энергетику, в энергетику людей, в энергетику вещей, и могу сказать вам одно, что если человек избавился от этой вещи и не выкинул ее в помойку, а отдал ее другим, это уже хороший человек, и это лучше, чем человек, который, как это есть слово, копилочка, коробочка, складывает все на полку, и нет, все мне, все мне, ни с кем не поделюсь. Вот такая энергетика, на мой взгляд, действительно разрушительна. А человек, который легко расстается с вещами, легко притягивает к себе хорошее и имеет хорошую энергетику. Плюс, когда я выбираю вещи, да, это сейчас прозвучит, может быть, немного эзотерично, но бывает такое, что я нахожу дизайнерскую вещь из люксовой ткани, но вот что-то, что-то, не знаю, почему-то ее не беру, не могу объяснить. Может быть, энергетика, но я, например, в свой магазин, когда отбираю вещи, я прохожу вот этот отбор еще и своей энергетикой, и я знаю, что моя энергетика, сколько раз сказала энергетика, просто игра на выпивание. У меня светлая аура, поэтому я заряжаю вещи, которые я продаю своей хорошей энергией. Очень смеялась от вступления, ну, уже под конец для тех, кто остался, самых моих любимых, верных и преданных. Помню, как у меня был клиент, мужчина, бизнесмен, англичанин, которому я разбирала гардероб, и у него было очень много дизайнерских вещей, от которых он хотел избавиться. И я сказала, что я могу их отнести либо на выпутворительность, либо продать у себя в магазине, отдать ему часть денег. И он сказал, забирай, продавай, делай, что хочешь, мне без разницы. И это было очень щедро с его стороны, как мне кажется. Я помню, что был комментарий, который меня очень смешил, что вот мужчина расстался со своими вещами, раз он состоятельный, да, все, вот он так со своим состоянием и попрощается, раздавая свои вещи. Мне очень хотелось написать, что нет, так не работает. Он как раз состоятельный, потому что он легко отдает и легко принимает. Поэтому вот на этой ноте я хотела бы сказать, что отдавайте легко, принимайте легко, не бойтесь покупать секонд-хенд. Смотрите мои другие видео на тематику о секонд-хенд, вот здесь на буковку АЯ. Оставлю некоторые свои любимые, наиболее полезные, на мой взгляд. Очень надеюсь, что вам было интересно и полезно. Если да, то не забывайте поддержать меня лайком и подписаться на мой канал, нажав на звоночек, чтобы YouTube уведомлял вас, когда выходят новые видео. Мне очень приятно, что вы были со мной, делитесь своими причинами покупать секонд-хенд, а мы с вами увидимся совсем скоро в следующем видео. Я вас очень люблю, пока!